Ребята, всем привет! Меня зовут Джон Доу, и это долгожданный финал Red Dead Redemption. Да, работа несколько затянулась, потому что там было много финалов других проектов, потом там болел, всё это очень прям жутко затянулось. Это печальная досада, но вот, наконец-таки, финал, которому я шёл 4 года, получается, да, потому что началось прохождение 4 года назад, и потом пришлось его это приостановить, потому что PlayStation 3 сломалась, потом, наконец-таки, вышел порт на PlayStation 4, да, и на PlayStation 5. И вот теперь, наконец-таки, я могу завершить тот проект, с которого, по сути, канал этот начался. А что хотелось бы добавить? Пока я работал над прошлой серией, вышел патч, который добавил 60 кадров. Теперь всё плавненько, круто и здорово, теперь это нормальный, полноценный порт оригинальной игры. на современной консоли. Теперь уже можно смело рекомендовать к покупке, кто любит первую часть и хочет её переиграть. Теперь она и выглядит хорошо, и очень плавненько всё. Итак, мы вернулись прямо сейчас на ферму Джона Марстона, где и завершится его история. Давайте начинать. Абигейл! Джек! Тут есть кто-нибудь? Есть кто дома? О, дорогая! Я думал, что не доживу до этого дня. Ты паршивый деревенский кусок дерьма! Я думал, а ты мёртв! Я думал, а ты мёртв, Джон! Ты где был? Где ты был? Ты знаешь, где я был, дорогая! Знаешь? Ты видел Датча, да? Да, видел. И Билла? Да, и его видел. И ты не вернулся к ним? Я оставил эту жизнь. Точно так же, как ты свою. Как они с тобой обращались? Я могу позаботиться о себе, Джон. Один охранник пытался приставать ко мне разок, но я повела себя не как леди, и он больше не пытался, как и все остальные. Как малой? Как ты и я. Он как ребёнок, который рос без отца. Это несправедливо. А что справедливо? Ну, некоторые деревья цветут, некоторые погибают. Один скот растёт, а другой пожирают волки. Некоторые люди рождаются богатыми и тупыми, и наслаждаются жизнью. В этом мире нет ничего справедливого, и ты это знаешь. Мы пытались измениться. В смысле, ты ведь этого хотел. Мы и правда изменились, и теперь всё кончено. Джек! Джек, иди сюда. Здравствуй. Подойди. Ты как? Койоты сожрали всех кур, а скотокрады украли весь ход. Я пытался, отец. Пытался. Я знаю, сын. Знаю. Не смей меня винить, пацан. Не смей меня винить. Я никого не виню, старик. Но раз уж ты всё ещё жив, придётся корми четыре рта, а скота нет. Отличный способ поздороваться. И почему меня никто так тепло и нежно не обнимает? Радуйся тому, что я тебе башку не прострелил, старик. Ты должен был приглядывать за этим местом. Я старался. Делал, что мог. Дело в том, что их было слишком много. Я думал, ты умер. Я не пил. Попридержи своё оправдание до тех пор, пока не поймёшь, какой из них подходящий апотслужий. Джек, собирай вещи. У нас полно работы. Мы уезжаем на рассвете. Иди. Да, сэр. Куда вы собираетесь? Ну, уже темнеет. Так что утром мы поедем за скотом. У меня есть друзья на ранче Макфарлинов. Оно на Хенниганстед. Они могут продать нам скот. Я, Абигейл. Ты научилась готовить? А, точно. Я же забыла сказать, что меня вместо тюрьмы отправили в кулинарную школу для юных дам. Я, Абигейл. Блин, обожаю эту игру. Эти диалоги, эти персонажи, это вообще просто что-то невероятное. Так уже редко делают. К сожалению, к величайшему. Интересно, что там Робстар покажут в GTA 6. Раньше они задавали тренды, а теперь тренды, походу, двигают ими тоже. Ладно, нам пора выдвигаться. Как себя чувствуешь, Джек? Нормально, сэр. Путь не близкий. Я никогда не был в Хенниганстед. Как ты познакомился с этими фермерами? Узнал их, пока меня не было. Макфарлин и хорошие люди. Сейчас нам нужны люди, которым можно доверять. А как вы встретились? Я был болен, и они приглядывали за мной. Чем болен? Я смотрю, у тебя полно вопросов. У меня не так часто получается их задавать. Это был случайный французский насморк? Как его еще называют? Гонорея? Господи боже, нет. Откуда ты про это узнал? Дядя мне рассказывал. Ну, этот старый дурак знает о таком не понаслышке. Нет, просто слабость была. Повел себя глупо. Попал в неприятности. Видимо, слегка потерял хватку. Эй, пап. Что? Где ты был все это время? Куда ты уезжал? А что тебе мать говорила? Она сказала, что ты выполнял какое-то важное правительственное дело? Верно. Кое-кто решил, что я им чем-то обязан. Почему они нас забрали? Решили, что вам одним тут будет небезопасно. Они вам навредили? Да нет, все нормально. Некоторые из них даже рассказывали мне разные истории. Я даже решил, что когда-нибудь тоже буду работать на правительство. Или стану политиком. Мне бы хотелось, чтобы ты выбрал честную профессию. В смысле, как ты? Я знаю, что не был хорошим отцом, Джек. Я совершал ошибки. Но вся эта жизнь теперь позади. Пап, это все было как-то связано с мистером Дачем и Биллом? Почему ты ушел? А это кто тебе сказал? Просто слышал, как люди называли их имена, и все. Да, я встречался с Биллом и Дачем. Нам нужно было решить кое-какие старые дела. И где они теперь? Они уехали, сын. Мы их больше не увидим. Они на тебя злятся, да? Именно поэтому нам нужно было уехать. Они просто хорошие люди, которые стали плохими. Когда-нибудь я тебе все расскажу. Тогда кем же был ты? Наверное, я плохой человек, который хочет стать хорошим отцом. Не знаю. Каждый имеет право на второй шанс. Шанс на прощение. Разве не такое пишут в хороших книгах? Ты никогда не читал мне хороших книг? Ну, я думаю, там именно про это и написано. Итак, ты готов научиться, как загонять стадо? Я никогда не видел, как ты загоняешь стадо, отец. Только как гоняешь кучку пьяниц. Макфарлины были очень добрые, и я помогал им. И кое-чему научился. Ты скоро увидишь их раньше. Такое у нас будет однажды. Я читал в газетах, что раньше скоро не станет. Скоро здесь будут заводы и разный бизнес. Не стоит верить всему, что пишут. Я вот думал, что, может, стану бизнесменом. Я думал, ты хотел стать писателем. Я могу совмещать. Стану богачом, который пишет про старый запад. Ты можешь стать кем захочешься. Но пока давай сконцентрируемся на том, как сделать так, чтобы была еда на столе. Если ты, конечно, в ближайшие пару дней не наткнешься на груду золота. Ладно, хватит разговоров. Нужно сохранить силу на стадо. Вон ранчо. Поехали, поищем мистера Макфарлина. Джон Марстон. Не думал, что снова увижу твое лицо. И что, наши слуги народа из Блэк-Уотера отправили тебя на очередное самоубийственное задание, чтобы спасти нас от бога-знайчего еще? Слава богу, нет, сэр. Я надеялся, что вы сможете мне продать немного скота. С радостью, мой мальчик. Бонни сейчас в загоне. Она с радостью поможет. Берегите себя, мистер Макфарлин. Удачи. Ладно, Джек. Тебе предстоит важная работа. Я хочу, чтобы ты вел стадо. А я буду подгонять его сзади. Веди нас в правильном направлении. Конечно, пап. Я справлюсь, без проблем. Если увидишь, что коровы отбиваются от стада, поможешь мне их собрать? Постараюсь, сэр. Господи боже! Не верю своим глазам. Дьявол ходит среди нас. Я же говорил, что вернусь, как только все кончится, мисс Макфарлин. После пожара в амбаре, помните? Конечно, помню. Я просто не поверила ни единому слову. Так, значит, вам нужен скот? Да, я наконец-таки начал снова заниматься своей фермой. Или, по крайней мере, пытаюсь. У тебя получится. Тебя хорошо обучили. Ну тогда поехали. Так, ну поехали, Геннатик. Так, давай-ка быстро возвращайся обратно. Путь предстоит неблизкий, так что не расслабляем булочки. Джек, веди их в сторону реки. Главное сейчас никого не растерять. Ну-ка, давай догоняй. Помогу вам вести. Удачи, Джон! Приезжай проведать нас как-нибудь. Так что же случилось? Последнее, что я слышала, это как ты отправился в экзотическое путешествие в Мексику. Это длинная история. Слишком длинная, чтобы рассказывать ее на трезвую голову. Снова загадки, я погляжу. А что насчет мистера Уильямсона? Скажем так, мы с ним уладили наше разногласие. Так, это твой сын? Ага. Скажи привет, мисс Макфарлин, Джек. Здрасте. Ох уж эта высокомерная юность. Как только появился пушок на лице, так сразу начал думать, что все знает лучше всех. Наверное, весь в отца пошел. Я смотрю, вы и сами справляетесь. Мне лучше вернуться к отцу. Рад был вас увидеть, мисс Макфарлин. И спасибо за все. Зови меня Бонни, балбес. Джек, их нужно перевезти через реку. Так, давайте. Видимо, мы решили поехать коротким путем, по всей видимости. Сейчас самое главное их не растерять по пути, которые чем-то хорошим не кончатся для нас. Ты отлично справляешься, сын. Веди их через холмы в сторону дома. Хорошо, пап. Давайте, пошевеливайтесь, демоны. Подожди, там вроде никого не осталось, да вроде никого мы не бросили. Сейчас мы их подгоним. Мы, похоже, уже почти, да, приехали. Нет, подожди, это какая-то фабрика, да? Да, Pacific Union, это другое. Ты уже подумал, на такая здоровая ферма. Размечтался уже, нашли бы с фабрикой сразу по переработке коров. Давай, быстро, демоны. Подожди, Джек. Что-то здесь не так. Держись позади, сын. Я разберусь с ними. Отлично. Только началась вроде спокойная жизнь, и на тебе. Да, победил! Так много людей! Один готов, но там еще двое, да? Все, готово. Похоже, это все. Джек, подожди, я сейчас буду. Ты в порядке? Не ранен? Нет, я в порядке. В порядке. Я не испугался, честно. Прости за то, что тебе пришлось на это смотреть, сын. Эти люди больше ни у кого красть не будут. Так, подгоряем тех, кто отбился, и едем домой. Так, давай. Вперед, в стадо. Вперед, вперед, вперед! Джек, веди их по дороге влево, в сторону дома. Я знаю, куда ехать, пап. Так, мы уже вроде как подъезжаем, да? То есть, они почти нас уже у дома поджидали, эти демоны. Решили у нас стадо украсть, не получится. И на того напали. Мы тут уже, наверное, полдикого запада перестреляли. В предыдущих этих... миссиях. Так что не надо мне тут выделываться. Стоять куда? Куда? Мне так смешно, такие смешные звуки издают койоты. Куда? Давай. А теперь веди их в загон. Отличная работа, сын. Мы справились. Ты отлично справился. Привяжи лошадь и жди меня. Теперь у нас есть отличный скот. Так значит, мы теперь фермеры? Да, ты отлично потрудился, сын. Молодец. Спасибо, пап. Мы еще сделаем из тебя фермера. Костюм скотовода у нас теперь скоро откроется, судя по всему, да? Так, подожди-ка, посмотрим, что... А, да, знаешь, что нужно? Возвращайтесь сюда, понятно, чуть попозже. Ну ладно, значит, пошли выполним квест Абигил. Что готовишь? То же самое, что готовила прошедшие 15 лет. С надеждой, что получится тебя отравить. Что-то не особо получается. Ну, пока нет. Но должен честно признаться, вкуса этой бурды и правда достаточно, чтобы убить человека. Я никогда особо не умела готовить, но всегда старалась быть хорошей женой. И у тебя получалось. Учитывая, кем мы были и кем стали, полагаю, мы неплохо справляемся. Я смотрю на Джека, смотрю на него, и мне кажется, нам очень повезло. Может, он сможет стать лучше нас. Он хороший парень. Он может стать, кем захочет. Ему не придется быть преступником, убивать и постоянно быть в бегах, или быть в какой-нибудь банде. С этим покончим. Железные дороги, правительство, автомобили. Благодаря всему этому, то, как было, останется в прошлом. И он женится не на сироте работяшке, которая якшается с кучкой торгашей. Если он встретит такую, как ты, я надеюсь, он о ней женится. Прекрати. Несмотря на то, что ты неграмотный стрелок, ты знаешь, как заставить девушку краснеть. Проклятые вороны! Джон! Ты должен разобраться с ними. Они опять влезли в бункера и жрут кукурузу. Конечно, ангелочек. А ну пошел отсюда. Ладно, ладно. Вперед! Брысь отсюда! Ага, перестрелять всех этих. Ага. Я понял. Все, вам, демоны, не повезло. У меня есть дедай. Настоящий профи заработай. Сейчас, погоди, но это еще не все же, да? Стоп, нет. Снайперскую винтовку мы оставим на потом. Нифига себе их там, слушай. Что-то жесть какая-то. Капец. Воронья-то наретела. Благо, что эта штука довольно быстро перезаряжается. Ну там их еще дофига. Вот нет бы вот помочь. Ходит он тут, понимаешь, дармоед, черт. Красиво упал, да? Поларсенала нашего потратили. Наконец-таки. А теперь пора подкрепиться. Так, туда короткие миссии, их осталось всего 10. Но они клевые, мне они что-то прям так нравятся. Они такие, знаешь, умиротворяющие, ну кроме финальных. Джон, нам пришла телеграмма от какой-то твоей подружки. От Бонни или что-то типа того. Ты мне чего-то не рассказывал? Бонни Макфарлин. Она друг. Спасла мне жизнь, когда я погнался за Биллом и меня чуть не убили. О, и теперь вы пишете друг другу письма? Как мило. Ничего подобного. Что там? Я не знаю. Я не умею. Ну ты же знаешь, что я не умею читать. Дай сюда. А ну читай вслух. Мне нечего скрывать. Уважаемый мистер Марстон, точка. Нужны мешки с кукурузой, точка. Чрезвычайные обстоятельства, точка. Молли-долгоносики пожрали весь урожай в округе, точка. Поможете? Не самая романтичная просьба, да? Ну да. Ты говоришь, она спасла тебе жизнь? Да, мэм. Ну тогда ты должен помочь ей и ее семье. У нас полно запасов кукурузы в бункерах. Ну хотя бы у дядюшки не получилось все это дело разворовать, пока нас не было. Ладно. Возвращайся поскорее, Джон. И, Джон, какая она? Ну знаешь, чем-то похож на тебя. Она женщина в мире мужчин. Блин, они великолепны просто. Ладно, я поехал. Джон, подожди. Я передумала. Я еду с тобой. Ну, поехали. Ну, поехали. Я решила, что не позволю тебе поехать без меня. Ну и хорошо. Я был бы рад твоей компании, если бы ты предложила сразу. Предложила? Я надеялась, что ты предложишь. Я подумала, что ты захочешь присматривать за малым. Пока ты там будешь кувыркаться с пастушкой из соседнего округа, я так не думаю, Джон Марстон. Ты только вернулся домой. Джеку я за все это время ужасно чертела. Так и на замужем. Это твоя Бонни Макфарлиан. Нет. Какая она? Не знаю. Нормальная, наверное. Нормальная? Нормальная, как я? Нет. Ну, нормальная. Два глаза, рот, нос. В этом смысле. Тем более нет женщины краше тебя. О, решил польстить? Теперь мы наконец-таки к чему-то пришли. Если понимаешь, что ты уже в яме, первое, что нужно сделать, это перестать копать дальше. Очередная жемчужина мудрости от Джона Марстона. Я поэтому скучала. Я никогда не думал, что ты такая ревнивая, Абигейл. Я не ревнивая, просто любопытная. Ты слышала, что она написала? Просто про кукурузу. Она спасла мне жизнь. Она хорошо ко мне относилась, так что я у нее в долгу. И как она тебя спасла? Нашла меня еле живого на дороге и отвезла к врачу. Большинство бы просто бросило меня там. Еле живой? Из-за чего? Билл не особо обрадовался, когда я решил его проведать, не предупредив. Билл никогда не любил сюрпризов. Как он? Такой же, каким был, когда мы ушли. Злой и тупой. Мстил всему миру. Люди его очень боялись. Билла? Да ты шутишь. Он может напугать только в случае, если ты боишься тупых дураков. Билл был не так уж и плох, но... Когда Дача сошел с ума, он принял это близко к сердцу. Какое-то время мы все думали, что нашли лучший способ жить. Но это была лишь ложь. И ты понял это первым. Возможно, но они все равно были семьей. Семья, которая бросила тебя умирать. Ты знал правду, Джон. И они ненавидели тебя за это. Куда тебя увезли? Кто? Эти ублюдки из правительства. Где они держали тебя и Джека? Не знаю. Они завязали нам глаза, когда везли нас туда. И вывозили оттуда. Но это где-то неподалеку. Они нормально к вам относились? К моей голове не первый раз представляет ствол, Джон. Ты, видимо, забыл свое предложение руки и сердца? Очень смешно. Нет, они быстро поняли, что случится. Если они хоть пальцем меня тронут. Сукины дети. Мне было плевать на них и на то, что они нас там держали. Я бывала в ситуациях похуже. Мисс Макфарлин, позвольте представить вам мою жену, Абигейл. Ой, ты только посмотри, каким джентльменом мы сразу стали. Рада знакомству, миссис Марстон. Взаимно. Спасибо, что спасли жизнь моему мужу. И за то, что научили этого старого козла манерам. Помимо всего прочего. Я ничему его не учила. Я прекрасно знаю, что нет смысла пытаться изменить мужчину. Вам стоит познакомиться с моим отцом. О, люди могут меняться, мисс Макфарлин. Нам с Джоном нужно в это верить больше, чем кому-либо. Это отличный первый урожай, Джон. Тебе есть чем гордиться. У тебя отличная земля. Как вы, миссис Марстон? Судя по тому, что рассказывал ваш муж, это, наверное, было ужасно. Бывало и хуже. Я знала, что он скоро вернется. Он же не умеет готовить. Так бы и помер с голоду. Абигейл, в самые мрачные моменты, когда было хуже всего, только лишь одна мысль о твоем жаркое искресиного мяса заставляла меня двигаться дальше. Он такой забавный, как Боля от долгой езды в седле, да, мисс Макфарлин? Если продолжишь дальше верещать про женскую долю, Джон, то должна сообщить, что ты не в той компании. Я бы тоже так сказала. Похоже, я в меньшинстве. Мэм. Понятно, да? Объяснять ничего не надо. Так это и была знаменитая Бонни Макфарлин? Да, она. Она красивая. Она нормальная, как я и говорил. Ну, ты всегда мечтал быть фермером? Я бы сказала, что она идеально бы тебе подошла. Идеальная жена фермера. Не сказать бы, что я их много видела. У меня уже есть жена фермера. Да я просто тебя подкалываю. Мне она понравилась. И я рада, что она спасла тебе жизнь. Ну, по крайней мере, большую часть времени. Макфарлин и хорошие люди. Но она покраснела даже больше, чем солнце во время заката, как только тебя увидела. Да, я оказываю такое влияние на женщин. Да уж, тебе похоже, очень сильно досталось по голове за это время. Ну, в этом вы не особо ошибаетесь, миссис Марстон. Отличное у них ранчо. У нас однажды будет такое же. Скоро, как только встанем на ноги. Не знаю, Джон. Сколько раз можно начинать сначала? Преступник и рабочая девчонка. Мы же никакие не фермеры. Теперь да. Забудь прошлую жизнь. С ней покончено. И ты правда в это веришь? Нам нужно в это верить. Только так у нас будет будущее. Наша прошлая жизнь никуда не денется. С ней никогда не будет покончено. Ты и правда думаешь, что эти люди из правительства просто оставят нас в покое? Старая банда уничтожена. Я сделал то, что они просили. И все? Тебе все простили? Ну, мы же снова вместе, не так ли? Пока они не решат, что ты должен кто-то еще. Иногда мне кажется, что я был глупцом, считая, что я смог из всего этого выбраться. Может быть, Дадж, Билл и Хавьер просто были честны сами с собой? Ты не идеален, Джон, как и я. Но ты лучше, чем они. Чем они были. Может, мы и не можем измениться. Но мы должны попытаться. Ради Джека. Даже если придется начинать сначала сотни раз, это лучше, чем возвращаться к тому, кем мы были. Как там Джек? Злой и разочарованный. Он через многое прошел. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Это займет какое-то время. Какое-то время его мир был безопасен. Даже нормальным. А потом он перевернулся с ног на голову. Он об этом не особо рассказывает. Я пыталась с ним поговорить. Но как ты ему все это объяснишь? Что ему ответить, когда он спросит про дядю Билла или дядю Дача? Они были для него семьей. Когда он был маленьким, он прячется в своих книгах. А ты бы что делал? Реальный мир был с ним довольно суров. Его недавно похитили. Он вырос в банде. Это не жизнь для ребенка. Мы делали все, что могли, чтобы защитить его. Да ладно тебе, Джон. Он видел такое, что ребенку видеть не положено. Ну, теперь у нас появился шанс все сделать как надо. Мы отлично справились, Джон. Наверное, я лучше пойду приготовлю нам чего-нибудь поесть. Жена у него, конечно, забавная вообще. Я поеду проверю, чтобы ты там кобелина старый там ничего не начудил. Ха-ха-ха-ха-ха. А, так, хорошо. Подождите позже. Че на вашей семье здесь нет? Приходите позже. В смысле, никого нет, что ли? Что, придется сохраняться, что ли? Сейчас, погоди, давай сохранимся. Я думаю, что в итоге-то они должны появиться. Сколько сейчас время? Ну, по идее, да. Через 6 часов-то уже будет как бы вечереть, скажем так. Сейчас, давайте-ка быстренько. А, вот, смотри, он. Ну, он сейчас идет туда, да, пока что? Ой, че это я? Спокойно. Марстон, убери оружие. Что читаешь, парень? Да так, ничего. О чем книга? Это приключение, сэр. Действие происходит на Западе. В ней рассказывается невероятная история о том, как люди убивают краснокожих дикарей, и как этот храбрый мужчина охотится на человека, который убил его отца. Рад, что тебе нравится. Кстати, о приключениях. Хочешь узнать, как выслеживать лосей? В это время года в лесу можно встретить довольно крупных. Нам бы пригодилось мясо. Ну, я... Я знаю, что ты бы лучше почитал дальше эти приключения, но поверь мне, это будет по-своему увлекательно. Ну, может, все будет не так драматично. Ну, ладно, пойдем. Может, увидишь, как меня забодает огромный дикий зверь. А потом напишешь про эту историю. Очень смешно, пап. Я и забыл какой-то забавный. Собирай вещи. Куда это он побежал так? С такой скоростью. Дед, дед, да, бегает. Ты посмотри, как. Заводка это. Все навали, да? Так, малой, давай там пошевеливайся. Давай, поехали. Когда он найдет их, держись позади. Я покажу тебе, как нужно убивать. Как скажешь. Уверен, что готов к этому? Думаю, да. Самое главное в охоте быть спокойным и терпеливым. Нужно думать и двигаться, как животное, чтобы поймать животное. А разве винтовка в этом не поможет? Лоси не стоят на месте, сын. Ну, я не знал. Ты впервые повел меня на охоту. Я еще много чего с тобой не делал. Почему ты остановился? Но я попытаюсь нагнать упущенное. Я смотрю, тебе не особо нравится все это. А чего ты от меня ждешь, пап? Чтобы я крикнул «яхуу»? Ты точно в порядке? В смысле, я понимаю, что тебе туго пришлось. Ничего страшного. Я уже не ребенок. Ну, больше этого не случится. Все кончено. В смысле, до следующего раза? Следующего раза не будет. Кажется, он их учуял. Поехали. Не нужно давать очередные обещания, пап. Я их уже слышал. Знаешь, я как-то охотился на медведя в Толтрис. Ты в жизни не видел животного крупнее. Я читал историю о девушке, которую воспитали волки. И она вместе с ними охотилась на коз. И все в таком духе. Как по мне, это похоже на небылицу. Большую небылицу, чем то, что мальчика похитили из дома и закрыли в темнице. Просто хочу сказать, что, может быть, ты слишком много времени проводишь за книгами. Я думал, что вы с мамой хотели, чтобы я читал. Мы хотели, но мы не хотели, чтобы ты прятался от реального мира. Джек, один впереди. Да, я вижу его. Этот мой. Держись рядом, сын. Где я ничего-то ни хрена не вижу. Подожди, иди-ка. Гоу! Вижу. Да. Давай, покажу тебе, как срезать мясо. Я думал, он успеет убежать. Это было круто, пап. От хорошего выстрела не убежишь. Главное, не торопись. Какой здоровый. Это мясо можно продать по приличной цене. Надеюсь, ты внимательно смотрел. Ты следующий. Давай, Руфус. Выследи нам еще парочку. Ты справишься, Руфус. Готов стрелять, Джек? Конечно, пап. Помни, самое главное выждать момент. Не торопись. Знаю, знаю. Я видел, как ты это делаешь. Ну, как скажешь. Как только найдем их, ты поведешь. Хороший мальчик. Вон они. Джек, давай. Сохраняй спокойствие. Двоих. Давай, давай, малой. Ну. А теперь иди, если займятся, Джек. Твоя очередь. Красавчик. Молодец. Давай, херач. Нож доставай и пошли. Сейчас защитники животных опять плакать будут. Ха-ха-ха. Отличная работа, сын. Ты быстро учишься. А теперь поехали, продадим мясо в торговый пост в Монсоните. Ты видел? Ты отлично справился, сын. А можно еще пострелять? Убивай лишь столько, сколько необходимо. Мы скоро опять отправимся на охоту. Знаешь, я и не думал, что мне понравится. Я же говорил, что будет весело. Конечно, мы там бросили парочку. Стоило бы их освежевать. Ну ладно, поехали. Время не теряем. Вот мы и на месте. Джек, подожди тут. Я скоро вернусь. Давай, продадим все лишнее. Надо еще патроны бы купить так-то. Слушайте, к слову. Не мешало бы. Теперь купить. Подожди, как кроличья лапка. Я не помню, что она дает, кстати. Информация, ну-ка. Повышает вашу удачливость. Количество собираемых предметов и денег будет увеличено на 20%. Там столько пачек денег дал, да? Как будто бы, я не знаю. Он там это. Покупает весь магазин. Так, подожди, для пистолетов. А есть вот именно для пистолета? Ну-ка, для пистолетов давайте. Сейчас проверим. Хочу тем пистолетом попользоваться. Вот он, да. Дело сделано. Теперь домой. Что-то моя лошадь далеко убежала. Ты что? Я тебя что, зря кормил сегодня морковкой? Ты там едешь? Сколько заработал? Не твое дело. Хватит, чтобы не гонять Руфуса ради тушеного мяса пару дней. А как же я? Что я с этого получу? Получишь еду, сын. Но я же сделал половину работы. Это несправедливо. Но что тут сказать? Я лишь очередной землевладелец-угнетатель. Когда-нибудь я стану богатым. Тогда посмотришь. Надеюсь на это. Тогда ты сможешь присматривать за нами, когда мы станем старыми. В смысле станете? Вы и так старые. Мы не старые. А вот дядя да. Да ему вообще самое место в музее. Ага. Только заспиртовать его в виске, чтобы сохранился еще тысячу лет. Ну и? Тебе понравилась твоя первая охота? Это было здорово, пап. Пасход. Охотился на лося. А ты растешь. Горжусь тобой. Я все время говорил тебе, что хочу помогать. Ты знаешь, мы с тобой, если будем усердно трудиться, сможем что-нибудь сделать из этой фермы. Мне бы этого хотелось. И спасибо, что приглядывал за матерью. Она сказала, что ты был очень храбрым. Я пытался быть сильным, как ты мне и говорил. Но мама сама может постоять за себя. Она очень быстро поставила этих парней на место. Могу представить. О, пап, это было весело. Даже поверить не могу. Прямо как в книжках. Скоро повторим. А теперь возвращайся к своим домашним делам. Так, ну мне интересно, а дед-то на месте? Сейчас он по идее... Вот, есть очередное задание. Да, в принципе, давайте замаловывай еще. Ты слишком напрягаешься. Нет. Да, напрягаешь спину, из-за чего винтовка прыгает. Ты не так держишь. Дай покажу. Не нужно мне ничего показывать, пап. Видимо, нет. Покажешь, а потом просто сбежишь опять или еще чего. Лучше сам научусь. Я никуда не собираюсь. Как скажешь, пап. Не надо так. Ну, прости. Волки охотятся на стадо. Нужно съездить и отпугнуть их. Поедешь со мной? Вдвоем безопаснее. Ладно. Поехали. Собака с курой кучет. Я умею стрелять. И ты это знаешь. Почему ты обходишься со мной, как с ребенком? Этим обычно и занимаются отцы. Я стараюсь присматривать за тобой. Нельзя быть отцом только тогда, когда тебе это захотелось. А как же все остальное время? Да ладно, Джек, это несправедливо. В один момент ты говоришь мне быть мужчиной, а в другой утверждаешь, что я просто ребенок. Потребуется какое-то время, чтобы дела наладились. Наладились? А они вообще налаживались? Не знаю, но будет лучше, сын. Обещаю. Прости, пап. Не надо извиняться. Не хочу показаться капризным. Я рад, что ты вернулся домой, правда. Просто каждый раз, когда ты уезжаешь, ну, я переживаю, что ты не вернешься. Клянусь, если бы я мог выбирать, то я бы никогда вас не покинул. А разве тебя могут заставить? Все сложно, но, похоже, могут. Да, я знаю, я не пойму. Просто некоторые дела, которые ты начал, нужно доводить до конца. А каким был твой отец? Я его не знал. Он умер, когда я был еще ребенком. От чего умер? А тебе зачем это знать? Поехали, он кучуил. Смотри, бобер, кажется, да? Это бобер же или кто это? Какая-то капибара, наверное, да? Пап, а дядя и правда твой дядя? Нет. По крайней мере, я очень надеюсь, что нет. Но, вероятно, он отец для многих людей. Тогда почему ты называешь его дядей? Да его все так называли. Наверное, потому что он был старше всех. Он был старым, когда я был еще ребенком. Он был старым, когда я был еще ребенком, сын. Видимо, у Господа есть на него какие-то планы, раз он все еще держит его живым. Ну, я без понятия какие. Смотри, сын, он их выследил. Подожди, как там переключить вид? Я за аво, все. А то я думаю, что-то они не с той стороны все. Подожди, стоп, это лошадь. Лошадей мы не убиваем. Ну, типа. Аккуратно, сын, они могут тянуться. Тихо, стоп. Вспомни, чего я тебя учил. Ой, стоп, это наша собака. Я пытался ее убить, ты притрил? Давай, Руфус, где остальные? Где остальные, брат? Давай, мы не можем сейчас. Во второй части вроде лошадь нужно успокаивать еще. Мы отлично с ними справились, пап? Это не вся стая. Поблизости должны быть еще. Это куда веселее, чем охота на лосей. Убивать того, кто тебе не нравится, всегда весело. Он нашел. Стоп, осторожно, Джек. Тихо. Чуть не замочил лошадь. Вон там еще один. Ладно, теперь можно возвращаться. Они зашли дальше, чем я думал. Сколько их мы убили? Теперь они долго не будут охотиться на наш скот. Пап, могу я тебя кое о чем спросить? Конечно. Ты убийца? Что? Там, где нас держали, мама как-то накричала на охранника, а тот крикнул, что ты убийца. Может быть. Но я всегда считал, что убийство убийству рознь. Ну, я думаю, для убитого разницы нет. Так и есть. Думаю, я совершал разные убийства. Мы все делаем, что должны, чтобы выжить. И иногда это неприятно. В конце концов, мы расплачиваемся за это. Как те скотокрады, которые напали на нас. Именно. Послушай, когда я был ребенком, все было иначе. Правила были другие. Но теперь с этим покончено. Ты знаешь, мы с тобой можем стать преступниками. Да мы всего лишь убили парочку волков. Я как-то читал книгу про отца и сына, которые грабили банки. Одноруки Вилли, так его звали. Мне хорошо и с двумя руками, если ты не возражаешь. Ты только представь. Джон и Джек Марстоны. Самые разыскиваемые люди на Западе. А что насчет мамы? Ну, мы же можем возвращаться домой. Ты живешь в мире фантазий. На деле все не так, как пишут в книгах. Так не стоит проживать свою жизнь. Это страшно и жестоко. Да ладно, господи, я просто пошутил. Теперь у тебя есть ферма. Можешь читать и писать. Не растрачивай жизнь понапрасну. Не живи так, как жил я. Малой отстает, не слышно его. Ты становишься хорошим охотником, сын. Но держись подальше от неприятностей. Итак, а где у нас дед? Что-то его задание не появляется. А, подожди-ка, нужно теперь дождаться, видимо, или что? Или уже поздно? А, типа нужно дождаться члена семьи. Хорошо, ладно, давай, сейчас глава начнется. Просыпайся, старик. Я не сплю. Подъем. Вот, я встал. Слава богу, ты вернулся. Нет ничего хуже, чем сон под этим теплым вечерним солнышком. Хочешь заснуть надолго, дядя? Могу организовать. И еды будет меньше уходить. Ты всегда был жестоким и мерзким человеком, Джон Марстон. А ты всегда был бесполезным, коварным воришкой. Где скот? Ты отвел его на пастбище? Собирался. А когда именно? Легко кидаться на старика. Это легко, но это недостойно. Пойдем, старик. Сделаем это вместе. Так, давайте гнать стадо опять. Без этого никак. Жизнь фермера тяжела. Выводи их. Давай, отведем их на пастбище. Давай, отведем их на пастбище. А что это такое? По нему, получается, молния ударила, да? Или это такие ветки? Нет, по нему, по ходу, молния ударила, да? Смотри. Вот, видишь? Тут что-то, кстати, есть. Стоять. Дед, подожди. У нас тут сокровище, кажется. С другой стороны. Денюшку нашли? Так, быстро. Ну-ка на место. И ты тоже давай на место возвращайся. Алло. Давай, 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 давай. Не тупи. Куда ты опять скачешь? Давай, давай, давай. Ну? Да куда ж ты? Останови стадо. Стоп, быстрее. Давай, 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 давай. Сейчас перебьют всех. Нет, 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 нет. Стойте, сволочи. Что это было? Меня скинула лошадь. Нет, нет, нельзя. Короче, капец. Вот это я накосячил трэш. А, все-таки получилось, да? Ну, типа. Все. Все. А где, что делать? А, назад, назад. Теперь возвращаемся, да. Одну корову мы потеряли, кажется, да, все-таки? Герой вернулся. Заткнись, старик. Пойдем, нужно везти стадо. Да, я одну корову, прикинь, потерял. То есть, там до чекпоинта она куда-то убежала и капец, не засчиталось, что, типа, целое стадо-то у нас. Минус коровы, это плохо. Значит, все, дядюшку выпиливаем. А то ртов слишком много и не сможем покормить. Пригляди за стадом, а я поеду обратно. Ну уж нет. Сегодня свой фунт плоти, ты уже получил. А, все? Ну, поехали домой. Уровень чести минус 200, почему? Я ж всех спас, что за фигня? Ладно, ребят, начинается новая глава. Куда смотришь, старик? На мустангов. И некоторые прямо за этим хребтом. Может, стоит взять тебя и объездить парочку? Действительно. Деньги у нас заканчиваются. На ферме беспорядок. Мы, может, даже зиму не протянем. Наверное, нам бы пригодились хорошие лошади. Пойдем. Хамить тебе не к лицу. Сразу выглядишь несдержанным и злобным. Как какой-то блэк-вотерский магнат с запущенным случаем геморроя. Я сейчас тебе покажу, что такое запущенный случай. Продыряю в тебе башку, если не поторопишься. Ты садишься на лошадь, пацан? Что-то деда толкнул, некрасиво вышло. Ну, хотя он такой еще, жук еще тот. Ладно, поехали за ними. Почему ты в последнее время ведешь себя, как эгоист? Что с тобой? А что ты собирался делать? Смотреть на них целый день? Господи, помилуй, если я что-либо сделаю, сначала не спросив его величества. Да, ты всмотрел, как настоящий профессионал. Это все, что ты умеешь. А еще грубить постоянно. Что бы я ни сделал, все не так. Знаешь, ты неблагодарный ублюдок. Я старался изо всех сил, пока тебя не было. Твое изо всех сил, это как у другого ничего не делать. Да ладно, я уже старый, мне нужно заниматься чем попроще. Ты занимаешься чем попроще уже 40 лет. Давай, вон они. Так, быстрее, 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 давай. Вот так. Все хорошо. Тише, тише. Уже почти. Осторожнее. Это брыкастая. Вот так. Расслабься. Уже почти. Не свались. Почти получилось, Джон. Вот так. Вот так. Пошла. Слезай, давай. Давай еще одну. Давай. Сейчас у нас все получится. Они там уже ускакали куда-то далеко. Да, красивые, конечно. Догоняем, догоняем. Какую возьмем? Давай потемнее вот это вот. Мне она нравится. Вот это вот. Она красивая такая лошадка. Стоять. Так, давайте. Это было хорошо. Да заткнись ты уже, старик. Она, по идее, последняя. Давайте какую-нибудь красивую выберем, да? Вот это вот, наверное, такая цвета однородного, такая какая-то нормальная. Непомесь какая-то, конечно, какая-то свежая. Стоп, быстрее. Держи крепко. Крепче. Да заткнись. Есть. Фух. Это было напряженно, должен отметить. Думаю, этого пока достаточно. Возвращаемся на ранчо. Убедись, чтобы у них было достаточно свежего сена. Нужно, чтобы они были сильными. Ладно. Проклятие. Мог бы и спасибо сказать. Неплохо потрудились. Однозначно. Теперь нужно разобраться, что делать дальше. Это уже, по идее, да. Но, скорее всего, нужно прийти будет. А! Что-то я застрял. Я застрял, твою ж, за ноги. Все. Когда нужно приходить сюда? Ага, с пяти до шести полудня. Хорошо, ладно, пошел, давайте. Скоро, сейчас начнется глава. Джон! Что такое, старик? Джек! Джек! Давай. Давай, Руфус, быстрее. Ох, малой. Ну, дурачок, в принципе. Малолетний. Малолетний дебил. Да, как говорится. Так что неудивительно. Найди Джека. Найди Джека. Джек! Ты слышишь меня, Джек? Джека, отзавись. Давай, давай, быстрее. Ну, поднимайте, Руфус. Задавлю его. Наверное, наверху здесь должно быть. Пап, помоги мне. Я ранен. Джек, пригнись. Не шевелись. Пригни голову. Все? Да, получилось. Ура. Сейчас, погоди, освежуем. Мишка. А, все, не получится. О чем ты думал, отправляясь на охоту один? Ты же просто ребенок. Нет, не ребенок. Я могу освеживать лося. Объезжать лошадей. Давай, поехали домой. Держись крепче. Ты в порядке? Думаю, да. Тебе повезло, что жив остался, дурачок. Я же говорил тебе не ходить на охоту одному. Я уже много раз сам ходил. Ты просто не знаешь. Тебя не было рядом. Так это моя вина? Ты ослушался меня. Я просто пытался показать себя. Показать что? Хотел умереть? Ты всегда говорил, что я слишком много читаю. Что я не настоящий мужчина. Я такого не говорил. Я просто решил, если смогу сделать то, что тебе понравится, то, может, ты не уйдешь снова. Сын, я никуда не уйду. И поверь мне, в ближайшее время и ты. Что твоя мать скажет? Прости, пап. Просто не сердись. Я не сержусь. Я разочарован. Не смей больше так убегать. Ладно, ладно. Я же сказал, что мне жаль. Что бы случилось, если бы я не появился? Не знаю. Наверное, я был бы мертв. От тебя бы даже костей не осталось. А тебе не все равно. Я для тебя лишь разочарование. Это не правда, Джек. Я сделаю ради тебя все, что угодно. И ты это знаешь. Похоже, в нашей семье есть место лишь для одного героя. Поверь мне, сын, я не герой. Я просто рад, что ты в порядке. Пошел на гризли? О чем ты думал? Ты лишь дважды был на охоте. Я больше не ребенок. Что ты делал в моем возрасте? Плохие вещи. Вещи, которые никто не должен делать. У меня и твоей мамы не было того, что есть у тебя. Да, да, я знаю. Я должен быть благодарен. Я не прошу тебя быть благодарным. Я прошу делать то, что я тебе говорю. Или можешь погибнуть. У тебя всегда есть правила для тебя и для всех остальных. Ты думаешь, я не знаю, чем ты раньше занимался? Я не идиот. Не надо меня дурить. Ты думаешь, я не слышал, какие истории рассказывал дача, остальные у костра? Думаешь, я не знаю, кто ты? Это не секрет, что я получил эти шрамы, не споткнувшись в церкви. Поехали, пап. Я хочу домой. Но мне никто ничего не рассказывает. Ты с мамой притворяешься, будто ничего не случилось. Мы просто хотим для тебя лучшей жизни. А теперь отдыхай. Мы скоро будем дома. Прости, что заставил переживать, пап. Не торопись взрослеть, сын. Это не так весело, как кажется. Когда будешь готов охотиться на медведей, пойдем. Вот мы, в общем-то, подбираемся к финалу. Привет, Джек. Привет, пап. Помочь? Нет, сэр. Я справляюсь. Похоже на то. А знаешь, ты неплохо обращаешься с инструментами. Спасибо, пап. Когда-нибудь делаешь эту землю лучше. Я с мамой тебе поможем. Но когда настанет твое время, блин, это может стать лучшей фермы в округе. Возможно, пап. Тебе только нужно научиться нормально стрелять, или тебя сожрут какие-нибудь дикие звери. Очень смешно, пап. Спасибо, сын. Скоро начнется переперинный сезон. Будет весело. А тебе хоть что-нибудь, кроме стрельбы, нравится, пап? Ну, я пока не встречал такого. Но как только, сразу дам знать. Может быть, ты даже напишешь об этом историю? Да, может, я так и сделаю. День, когда Джон Марстон перестал стрелять. Ну, я, конечно, не литератор, но не думаю, что такая книжка будет продаваться. Люди любят стрельбу. Ну, я думаю, ты прав, пап. Ну, ты слышал разговоры про машины, которые позволят людям летать? Конечно, пап. Все про это знают. Ты в курсе? Они собираются привезти одну из этих машин в страну в следующем году для демонстрации. Такая машина может превратить человека в ангела. Такая машина может превратить человека в ангела. Джон, сюда! Джон, сюда, быстрее! Посмотри! Джек, иди домой. Закрой все двери. Что бы ни случилось, не выходи. Понял? Что бы ни случилось. Ладно. Иди сюда, сын. Что бы ни случилось, не открывай двери и будь с матерью внутри. Пообещай мне, сын. Пообещай. Кто это, пап? Старые друзья. Я и с дядей позабочусь о них. А теперь иди внутрь и закрой двери и окна. Я понял. Тогда беги! Да! Беги, парень! Ну, старик. Похоже, пора все это закончить, раз и навсегда. Похоже на то. Господь милосердный! Ты еще можешь сбежать, старик. Еще чего! Откуда? Да откуда постреляют? Тихо. Красота. Солдаты пришли. Вы поняли, да, кто? Иди проверь семью, парень. Внезапно так, да? Сволочи. Что будем делать? Что такое? Что происходит? Будьте внутри, поняли? Как я и сказал, скоро еще подоспеют. Пап, что им нужно? Не знаю, сын. Что бы это ни было, это кончится здесь. Посмотри, сколько их. Они собираются убить нас, да? Дядя, ты в порядке? Проклятие. Я ранен. Тихо. Давай. Там еще один. Там теперь с той стороны, подожди. Ждем их здесь. Тут, наверное, самая безопасная позиция. Убейте глаза! И последний там вроде. Пошли. Встретим его. Держись, дядя. Я вытащу тебя отсюда. Времени нет, Джон. Я с этого крыльца уже никуда не денусь. Бери Джек и Эбби. Уведи их. Не беспокойся обо мне. Уведи их отсюда. Нет! Дядя! Пожалуйста! О боже! Они убили его! Пойдем, сын. Мы больше ничего не можем сделать. Мы покинем ферму. Я прикрою силы своей башни. А вы бегите в конюшню и подготовьте лошадей. Джон, встретимся там. За мной! Мы побежим в конюшню. Держитесь рядом и будьте бдительны. Откуда стрелять? Вижу. Не, не вижу. Капа на холме. Вижу. Еще двое. Не двигайтесь, пока я не буду вас прикрывать. Вперед! Вперед! В конюшню! Я горжусь тобой, Джек. Молодец, сын. Я прикрываю. Идите, идите. Сейчас, живо. Путь расчищен. Сейчас, живо. Бегите. Я их задержу. Берегите себя. Там последний еще где-то шляется. Даже двое. Последний. Давай. Так и бегел. Че стоишь? Пошли. Эй, идите сюда. А теперь слушайте. Джек, дорогая. Садитесь на лошадь. Убирайтесь отсюда. Найдите, где спрятаться. Ты поедешь с нами, пап. Я догоню. Езжайте и не оглядывайтесь. Не переживайте за меня, поняли? А теперь вперед. Держись подальше от неприятностей, Джон. Никаких неприятностей, Абигейл. Никаких. Я люблю тебя. Я люблю тебя. А теперь вперед. Пошел. Абигейл. 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 Продолжение следует... 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 Получается, теперь нам нужно вот сюда. Тут, в принципе, недалеко. Так что давайте пробежимся уже напоследок. Это даже жалко, что она заканчивается. Но больше растягивать уже нельзя. Все, 4 года, это слишком много. Не, ну, конечно, капец. Я помню, в свое время она прямо на меня произвела серьезное впечатление. Я прямо не мог от нее оторваться. Я несколько раз ее прошел подряд. Она короткая достаточно. Тут так просто вкатило. Такие эмоции были, что вообще слава меня писать. В то время вообще тоже редко такое выходило. Во-первых, это было революционно. Играть технически. Там вообще просто шары выпадали от того, насколько она красивая была. Во-вторых, сюжет, герои, разговоры все эти. Это было клево, конечно. Тогда я еще, конечно, до конца тоже там всего не понимал. Потому что английский я так, в общем-то, не знал хорошо, как я знаю сейчас. Сейчас на какие-то моменты проходили мимо меня. Но сейчас вот так вот смотришь, думаешь, ох, офигеть. Это было восхитительно и волшебно, оказывается, все это время. Простите, вы Эдгер Росс? Я тебя знаю. Извините, что напугал, сэр. У меня для вас послание. Меня зовут Джек Марстон. Вы знали моего отца. Понятно. Я помню твоего отца. Я пришел за тобой, Росс. Да, парень. Ты, черт возьми, нашел меня? Ты убил моего отца. Твой отец сам себя убил. Своим образом жизни. Это ты убил его? Я видел. Ты это уже говорил. Ты отправил его выполнять свою грязную работу. А потом пристрелил его, как собаку. Я и тебя пристрелю, как собаку, в мелкий кусок говна. А теперь убирайся отсюда, пока я тебя не убил. Я никуда не уйду, старик. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так вот. В общем, я все, что хотел про игру сказать, я сказал. Это было восхитительное, отличное, веселое, грустное приключение. С прекрасными персонажами. С прекрасными диалогами. Прекрасным визуальным рядом. Красивым миром. В общем, я... Эта игра изменила мою жизнь даже в какой-то степени. Потому что, по сути, именно с нее я и начал делать свой канал. И в итоге вы появились у меня. Вот такие вот пироги. В общем, как-то так. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Было приятно, надеюсь, окунуться в прошлое. И вспомнить былые деньки. Спасибо, ребят. Спасибо, что со мной все эти годы были. Всем спасибо. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать. Также подписываться на канал. На телегу подписывайтесь. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там трансляции. На второй канал. Там записи и трансляции выкладываются, если вы пропустили. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву и не закрываться. Ссылки все в описании. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok